Приветствую вас, Кристина. Ну, а вы знаете, здесь вся суть в том, что вы напрягаетесь в присутствии свек. То есть, как бы, вот, основная проблема в этом заключается, что вы напрягаетесь в присутствии свек. И, соответственно, вас это чем-то напрягает. Вас это чем-то привозит, чем-то беспокоит, вас как-то волнует, что они вас недолюбливают, вот. А, возможно, да. И, соответственно, это вас беспокоит. Здесь нужно понять, чем именно вас это беспокоит. Как вас это беспокоит. То есть, здесь задача именно лучше разобраться в себе и понять, как конкретно вас задевает позиция свекров. То есть, они, смотрите, очевидно, люди как бы в себе, они живут в каком-то вот таком своем мире, да. Они живут в своей реальности, они живут в общем и целом в своей системе ценностей. И, наверное, это нормально, что они живут в своей системе ценностей. Я имею в виду это даже хорошо. Вопрос заключается в том, как конкретно выдевает это вас. И чем вас это задевает? Опять же, конкретно. Как вы себя чувствуете, если вас это задевает, да? Вот, в принципе, то, наверное, на что вам нужно обратить свое внимание, да, потому что это предельно важно. Что это не выход из ситуации искать, как таковое, да? Потому что выхода, ну, его, как бы, его на самом деле нет. Потому что, ну, объективное, если ваш муж хочет посещать своих родителей, если он не может им сказать нет, нет, вот, то это объективный реал. И ваша задача разобраться максимально в себе, в этом контексте. А, и, что? С другой стороны, вот никто не вставляет, а, значит, с родителями взаимодействовать. То есть, это не ваши обязанности, вы можете просто там не появляться. Но здесь вопрос, насколько вы с мужем устойчивы от мнения родителей, насколько устойчив муж ваш. То есть, мне кажется, что должна быть некая такая, знаете, как бы, кооперация с мужем относительно этого. Именно кооперация такая. То есть, вам нужно со своим мужем, грубо говоря, скооперироваться, то есть, как вы действуете. К примеру, вы либо ходите к его родителям, но не обращаете внимание на их явительные какие-то высказывания. Вот. Либо вы, условно говоря, вообще не ходите совсем. А, к ним. А, вот. Но, тогда уже, как бы, вопрос в том, насколько ваш муж это примет, да, и примет. Ну, ну, это вообще. Потому что, ну, потому что, может не принять. Потому что, может сказать, что нет, вот, а, всё-таки ходи. Вот. 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 Ну, такая ситуация, просто, а, вполне возможно. Вот. Я думаю. То есть, ну, её не нужно сбрасывать со счетов. Вот. Вот, собственно, и что. Так что, определитесь на выхода. Какого-то выхода из ситуации. Искать какой-то выход можно очень долго и нудно. И, на самом деле, можно так ничего не найти. Потому что, выхода, выхода просто нет. И вопросов может не быть, на самом деле. Вот. Поэтому, я вижу основную проблему именно в этом. В том, что вы изначально, не совсем верно, ставите вопрос, да. То есть, что делать, чтобы что. Как вести себя в этой ситуации, чтобы что. Если, там, одна цель, это одна цель. Если, другая цель, другая цель. Вот. Вы с мужем, с мужем своим поговорили, да. Он сказал, что понимает, как это сложно. Он не пожалеет, ничего не поделёт. Он может ничего не поделать. А вы не, вы не должны. То есть, мне кажется, что вы, это, в некоторой степени, вы здесь себя ломаете, не присвучившись к себе. Вы сами считаете, что нужно к тебе ходить. Вы сами хотите этого. Если вы не хотите, лучше этого не делать. Или, по крайней мере, свести общение с ними к такой форме, которая отражает, что вы хотите. Потому что, в данном случае, ситуация, ситуация просто будет по нарастающей, развиваться. Вот. И, всё. И, вряд ли, вы этого хотите, и для себя, вряд ли вы хотите этого для своего мужа. Особенно, если вы любите, 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 любите друг друга, и хотите, хотите быть вместе. Вот. Такая вот история. Так что я бы здесь разобрался к себе, и мужу тоже бы рекомендовал бы обратиться за помощью к психологу для объяснения того, почему и как он пришёл к тому, чтобы показывать, что это перед родителем. Вот. Потому что это тоже может отразиться на ваших отношениях с ними. Вот так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.